Особое мнение на 101FM Пенсионного возраста в стране Напоминаю, что для женщин он составит 63 года Вместо нынешних 55 Для мужчин 65 Вместо 60 Бурное обсуждение, несмотря на выходные Несмотря на чемпионат мира по футболу Схема, по которой будет повышаться Уже везде Распространена Но она будет внедряться Не через 5 лет Не через 10 лет А начиная уже с 2019 года То есть фактически наставит Перед фактом, простите за тавтологию Ну вот, все И при этом мы, конечно, понимаем Что все политические партии оппозиционные Высказались против, все абсолютно единым фронтом Но голосов Оппозиционных партий В Государственной Думе будет недостаточно Чтобы переплюнуть, что называется Единую Россию, потому что Единая Россия Единым фронтом выступает За эту реформу Тем не менее, вы И в том числе фракция в Кировской области В ОЗС Говорит о том, что мы будем выступать против Зачем вообще все эти телодвижения Если вы знаете, что в Госдуме Единая Россия проголосует за Ну, во-первых, в Госдуме Пока этот законопроект еще не рассматривался Там не прошло даже первое чтение Его только внесли Поэтому Может быть, он претерпит какие-то изменения И мы посмотрим, конечно, на ход реализации Вообще законопроекта этого А не высказывать своего мнения Ну, тогда зачем вообще нужны Оппозиционные силы Поэтому мы решили высказать Обозначить свою позицию И будем настаивать на ее продвижении Смотрите, какая история Есть такое мнение, которое, конечно же Не могло не появиться В обсуждении экспертами И просто в пабликах в интернете Что вот специально сделали Такую жесткую схему Прямо ставят нас перед фактом Для того, чтобы все повозмущались Ну, тут еще чемпионат мира по футболу Не все будут возмущаться Кто-то радостно встречает это событие И потом чуть-чуть так сократят Сократят, значит, не знаю Какие-нибудь сроки И все скажут, ну, хорошо Ну, вот на такую пенсионную реформу мы согласны И при этом еще выступит президент Владимир Владимирович Который сейчас держится в стороне И вот своей такой доброй рукой Значит, снизит, например, какой-нибудь выход возраста Или отсрочит с 2019 года на 2020 И все успокоятся Такой вариант возможен, как вы считаете? Я думаю, вполне возможен Вполне возможен такой вариант Потому что понятно, что противостоять Единой России, ЗАГС, Собрания И в Госдуме Будет проблематично Потому что у них парламентское большинство И там, и там Но свое мнение высказывать необходимо В любом случае А как уже будут события развиваться Мы увидим Владимир Владимирович Подключится на каком-то этапе? Вот сейчас в стороне держится? Я думаю, да И мне кажется, все равно Президент должен будет Высказать свою позицию По этому поводу Потому что все равно Все делается не без его ведома Он просто Я считаю, как глава Нашего государства Каким-то образом Обязан прояснить ситуацию И как-то свою позицию Обозначить в этом вопросе В чем состоит принципиальная позиция Справедливой России По отношению к этой реформе? Мы считаем, что Повышение пенсионного возраста Ну, во-первых, ничем не обосновано Потому что ситуация Ни демографическая Ни экономическая Ни в коем случае Ну, в большинстве своем Не поменялось Что она была сейчас Что 20 лет назад И почему именно сейчас Нужно делать Увеличивать именно пенсионный возраст Нам непонятно То есть В связи с чем это связано Возможно, да Есть какие-то проблемы Пенсионного фонда Но решать их нужно Не с верхушки начинать А нужно с фундамента Начинать эту проблему И нужно говорить о том Что необходимо выводить Из тени Заработную плату Которая сейчас Платится в конвертах То есть По оценкам Министерства финансов Это порядка 10 триллионов рублей Ежегодно То есть 2,2 триллиона рублей Не получает Пенсионный фонд Ежегодно Вот Чем можно закрыть Эти дыры А не тем Чтобы увеличивать Пенсионный возраст Да И Лишать возможности Там В каких-то моментах Да Людей Там Средственно К существованию Вы заявили Лично Что многие пенсионеры В случае Если реформа Будет принята В таком виде В котором сейчас Она предлагается Предлагается правительством Российской Федерации Многие пенсионеры Не доживут До своей пенсии На основании Чего вы делаете Такой вывод Есть статистические данные По регионам России В которых В открытых сочниках Указано Что в 62 регионах Мужчины Не доживают До 65 лет А в 3 регионах Не доживают До 60 лет О какой пенсии Идет речь Тогда давайте Скажем Что Друзья Мы пенсию Уплачивать Вам не будем Вообще Тогда это будет Честно А так Что давайте Поднимем Пенсионный возраст Но Доживут ли Там до него Наши люди Ну непонятно Понятно Что Медицина развивается Да Экология ухудшается То есть Эти два фактора Они друг друга Нивелируют И если говорить О том Что Там Прожиточный Там Возраст В котором Там Люди До которых Доживают Да Что повышается Ну Я не наблюдаю Такого эффекта На самом деле То есть Глобальных масштабов Этого повышения Вы не видите Да Среднего возраста Ну Посмотрите Татьяна Голикова Вецпремьер В субботу На заседании Российской Трехсторонней комиссии По регулированию Социально-трудовых Отношений Заявила Что Благодаря этой реформе Среднее ежемесячное Увеличение пенсии Нынешним Действующим пенсионерам Достигнет Одной тысячи рублей То есть Каждый месяц Пенсионеры Которые В эту реформу Уже будут включены Будут получать На тысячу рублей Больше И Татьяна Голикова Отмечает Что это будет Главное достижение Что касается Пенсионеров Что такое Тысяча рублей Для нынешних пенсионеров Тысяча рублей Ну На самом деле Тысяча рублей Вроде бы сумма Небольшая Но для людей Которые получают Там Десять-двенадцать тысяч Рублей Это Ну Там Словно говоря Десять процентов Их дохода Да То есть Ну Соответственно Сумма для них Это существенная Вот Но я не думаю Что это Каким-то образом Благоприятно Повлияет На Судьбу Всех наших Пенсионеров Потому что Ну Если быть честными Давайте тогда Предоставим выбор Людям Хотите Выходить на пенсию Допустим Позже Да Получайте Там Не знаю Меньше пенсию Ходите Выходите Раньше Получайте Наоборот Точнее Хотите Позже Вы получаете Больше пенсии Входите Раньше Получайте Меньше Пенсию Давайте тогда Предоставим выбор Потому что А так решать За всех людей Одним разом Ну я считаю Это неправильно Потому что У каждого человека Здоровье Разное Организм Разный Кто-то В 60 лет Готов продолжать Трудиться А кто-то И в 58 Уже не готов Вот Конфедерация Труда Российской России Один из крупнейших Просоюзов Собирается На этой уже Нетеле Перейти К более Активной Фазе Так они Говорят Компании Против Пенсионной Реформы А мы Напоминаем Что на Нескольких Сайтах Где Обсуждаются Вот такие Инициативы Собираются Подписи И сейчас Уже Этих Подписей Больше Полутора Миллионов На Change.org Например Так вот Они Говорят Конфедерация Труда России Что Будут Применять Любые Мирные Методы Протеста И выражение Своего Мнения Которые Смогут Согласовать В условиях Когда действуют Ограничения На митинги Во время Проведения Чемпионата По футболу В Кировской Области В Кирове К таким Активным Ак Такой Активной Фазе Могут ли Перейти Представители Например Оппозиционных Партий Вы Подключитесь К этой Истории Если Пойдут Вот такие Мирные Протесты На улицах Мирные Протесты Ну Пока На самом деле У нас Планов Таких Не было В нашем Региональном Управлении Партии Но Если Это Будет Всероссийская Акция То И Законная Соответственно Мы Конечно К ней Присоединимся Господин Кравченко Который Возглавляет Конфедерацию Говорит Что Парламентские Политические Партии Заявили В своем намерении Участвовать В компании Это ЛДПР И Справедливая Россия И в КПР Ну Это На федеральном Уровне Уже Заявили И еще Несколько Слов Буквально До Перерыва О Пенсионном Возрасте Я знаю Вот одно Крупнейшее Предприятие В Киевской Области Которое В последние Годы Проводило Программу Омоложения Коллектива Они Об этом Очень Активно Говорили Они Стимулировали Выход на пенсию Сотрудников Выплачиваем Серьезные Парашюты У них Хорошая Поддержка Выходящих На пенсию Таким Образом Снижали Средний Возраст Работающих До 35-40 Лет У вас Какой Средний Возраст Работающих На предприятии Ну Средний Возраст Точно Не скажу Мне кажется Ну Больше 40 Наверное Все таки Лет Вот Мы Конечно Политику Такую Не проводим Мы Проводим Политику О То есть Когда человек Достиг Пенсионного Возраста Чтобы он В течение Двух Месяцев Вышел На пенсию Тогда Ему Будут Определенные Выплаты То есть Мы Таким Образом Стимулируем Вот Потому что Если человек Выходит На пенсию Раньше И он По праву Эту пенсию Еще не Заработал Да То Каким-то Образом Его нужно Будет Стимулировать То есть Это Ложится На плечи Предприятия У нас К сожалению Такой Возможности Нет И Считаете ли Вы Что Людям Нового Пенсионного Возраста Будет Сложно Или Легко Сохранять Или Находить Себе Работу В Современной России Я Считаю Что Будет Непросто Потому что Даже Эти же Сокращения Люди Предпенсионного Возраста Попадают Сразу В группу Риска То есть Они Первые Попадают Под сокращение А потом Найти Работу Когда тебе Осталось Год Практически Остаются Без Средств К Существованию Правительственные Эксперты Заявляют Что Будут Наказывать Тех Работодателей Которые Будут Отказывать Людям Предпенсионного Возраста В приеме На работу Это Справедливо Не знаю Посмотрим Как будет Работать Этот закон Пока Не представляю Честно говоря Механики Этого Закона Переживаемся На небольшой Перерыв Уйдем На небольшой Перерыв Федор Сураев Руководитель Фракции Справедливой Россией ВОЗ Кировская Область Сегодня Высказывает Своё Особое Мнение На 101 FM Продолжается Программа Особое Мнение Светлана Занько Своё Особое Мнение Высказывает Руководитель Фракции Справедливой Россия В областном Законодательном Собрании Кировской Области Фёдор Сураев Фёдор Переходим К теме Которая Очень близка Это Это проблема молочная, да, с одной стороны проблема, потому что мы все еще видим падение закупочных цен на молоко, хотя вот тут сегодня утром министр сельского хозяйства Кировской области Алексей Котлечков сообщил, что цена перестала снижаться и что к концу лета, скорее всего, она стабилизируется, может быть, даже начнет расти. Как вы относитесь к его такому заявлению? — Честно говоря, пока предпосылок для этого я не вижу. То есть белорусский рынок сухого молока, масла продолжает работать. Товар поступает к нам на рынок по дешевой цене, которая ниже себестоимости произведенной продукции на территории Российской Федерации. В этих условиях, соответственно, закупочные цены расти не могут. То есть если будут какие-то предприняты попытки о изоляции нашего рынка или о защите… — От белорусского так называемого молока? — Да, от белорусского. Ну, там белорусское, оно такое условное название, потому что под видом белорусского там поступает множество другой продукции, других стран-производителей. — Слушайте, тут Котличков говорил, что оно поступает из Новой Зеландии, Европы, Прибалтики. Ну, везут-то, конечно, ребята наши, но и вот еще под видом белорусского продукта, транзитом продукция шла через Казахстан. Это же какая должна быть себестоимость продукции в Новой Зеландии, или ладно, бог с ним, в той же Европе, чтобы выгодно было тащить это молоко через Белоруссию или Казахстан, запускать его в Кировскую область, и еще при этом иметь прибыль. Как они так там работают, что так дешево молоко получается? — Ну, в странах, которые вы назвали, там дешевые энергоносители, да, и очень большая поддержка от государства. Вот, то есть на литр произведенного молока там очень большую часть им предоставляют государство в качестве субсидий. Вот, поэтому у них сырье получается дешевле, вот, но надо понимать, что молоко это в большинстве своем санкционное, то есть из Европы к нам оно не должно поступать, вот, и также молоко, которое, ну, и там из, так скажем, неразвитых стран, ну, там, допустим, Турция или Иран, вот, там очень дешевое сырье у них, и получается низкокачественный продукт. — Как это вы по Турции-то порашлись, как по неразвитой стране? — Ну, я имел в виду Иран, ну, и туда еще припускал Турцию, потому что у них тоже дешевое, ну, вот... — Слушайте, Федор, ну, вот смотрите, вы говорите, если не закроют Россию окончательно от поступления такого сырья, да, вот такого молока, так если стимулируют развитие молочного производства такие серьезные субсидии в Европе, да, и в Новой Зеландии, что это молоко настолько дешевое, так, может быть, не закрывать страну от этого молока надо, а тоже субсидировать нашего производителя? — Можно и таким путем. — Можно все-таки достигнуть результата. — Можно пойти и таким путем, но это надо понимать, что нужны определенные вливания средств от страны государства. — Легче закрыть. — Да, то есть если у государства на данный момент этих средств нет, то лучше рынок ограничить. Если же есть, конечно, давайте будем собственный рынок развивать, и тогда мы станем самодостаточными, и нам не нужно будет вообще экспортировать сухое молоко. — Вы согласны с господином Патличком, что к осени ситуация наладится и цены пойдут в гору? — К осени ситуация может наладиться в том случае, если ситуация на биржевом рынке не поменяется, и производители молока, сырого молока, сельхозпроизводители, просто начнут уменьшать свое дойное стадо, просто начнут забивать животных, и тем самым создастся дефицит сырого молока на нашем внутреннем рынке. И в таком случае, конечно же, цена пойдет вверх, то есть она может достигнуть очень больших высот. — Самое интересное, что при всех этих раскладах растет ли закупочная цена, падает ли закупочная цена. Итоговая цена в магазине для нас, для покупателей, она все равно растет. — Все равно растет, и тут уже причина не в сельхозпроизводителях, не в переработчиках. Это причина уже в торговых сетях. Этот вопрос, наверное, к ним, то есть снижаем мы цены, не снижаем мы цены. Они в любом случае их повышают. То есть мы цены не меняли свои, допустим, отпускные с сентября прошлого года. Но, тем не менее, цены в магазинах периодически растут. — Да, ритейл тут как-то, кстати, отмалчивается, их как будто не касается этой ситуации. На встрече с журналистами две недели назад губернатор Кировской области Игорь Васильев заявил, при этом он комментировал строительство крупнейшей в Кировской области ферме. Это в немском районе строится такая ферма гигантская. В связи с реализацией программы «Миллион литров молока», что в Кировской области нужны еще 10 таких ферм для того, чтобы мы совершили еще качественный рывок вперед по производству молока. Что вам известно про саму программу? Потому что я, честно говоря, так и не поняла. Но вот эта ферма в немском районе строится, еще 10 таких ферм нужно. При этом мы понимаем, что проблемная ситуация с молоком в Российской Федерации, и мы не понимаем до сих пор, что эта программа в себя включает и дает нам. Кто ее участники в этой программе? Вы участвуете в программе «Миллион литров молока»? — Нет, мы не участвуем в этой программе. Ну, как таковой программы конкретной, прописанной, я, если честно, не видел. То есть было озвучено, что да, мы хотим миллион тонн молока в год. Вот. Но за счет чего это будет? То есть понятно, сколько этих же ферм и с каким количеством крупного рогатого скота нужно построить. Но непонятно потом, что с этим молоком делать. То есть дальше его возить. Но надо понимать, что вокруг нас находятся регионы, в которых тоже действует программа по лечению надоев. Вот. И там в этой же, там, в Удмурской республике, там, в Татарстане, они сейчас неплохо дуют. И у них есть тоже программы, и поддержка у них из региональных бюджетов существенная. Вот. У нас такой поддержки нам в нашем регионе не оказывают. То есть мы, сельхозпроизводители, там, за свой счет должны каким-то образом развивать свое производство. При этом, ну, не получая должной поддержки из регионального бюджета, да, и потом сталкиваясь с проблемой реализации потом своей продукции. То есть куда ее реализовывать? Ну, вывозить за пределы хорошо, но надо понимать, что вот сейчас, допустим, цены закупочные низкие, да, сегодня низкие, завтра высокие, потом опять низкие. А это же все, программы, они инвестиционные, они долгосрочные. То есть надо понимать, куда мы идем и к чему хотим прийти. Если здесь не сделать свою большую крупную переработку, а для того, чтобы перерабатывать на цельномолочную продукцию, ну, извините, у нас в регионе уже ротов не хватит накормить. Давайте тогда увеличим население Кировской области в два раза. Если хотим миллион тонн молока, давайте куда-нибудь его скормим. На что все-таки правительство рассчитывает, вводя понятие этой программы, потому что, правда, программу никто не видел до сих пор? Ну, не знаю, может быть... Есть, конечно, регионы России, где дефицит молочной продукции ощущается, да, в частности, в Сибири. Есть, есть, в Сибири, да, Дальний Восток, но то, что за Уралом все находится, ну, и, допустим, это же Пермский край, тоже испытывает дефицит собственного молока. Вот. Ну, проблема-то в реализации готовой продукции. Одно дело произвести, нужно переработать и куда-то продать, то есть, чтобы кто-то это съел. Вот. А, ну, в нашем регионе, ну, там, миллион жителей, допустим, да. Правильно я понимаю, что ваше предприятие еще раз, а у вас не только перерабатывающий завод, у вас еще и фермы, собственно, не включены в программу «Миллион литров молока»? Мы заявились на… По производству, то есть, мы будем модернизировать свое производство. Два своих отделения мы будем модернизировать. Мы в эту программу заявились. По производству конечной продукции? Да, конечной продукции. Конечная продукция. Переработка. Переработка, да. Да, сельхозпроизводство у нас тоже развивается, ну, такими… Но на свои средства, не в рамках этой программы. Ну, там, как сказать, там есть программа федеральная, то есть, федеральные деньги будут выделяться на, в том числе, и на переработку. Вот. Но, как таковой областной программы, я не видел, чтобы какие-то конкретные там средства шли на эти цели. Не знаю, я с этим не знаком, если честно. Понятно. А к следующему вопросу. Ну, то есть, мне понятно, что ничего не понятно с этой программой. Под кого деньги выделяются, откуда деньги идут, куда поет молоко. Да, кроме того, что, ну, красивая цифра, миллион тонн молока, как бы все заявлено, все хорошо, но куда дальше, и что, и как, непонятно. Вот я бы хотела, чтобы конечным итогом эта программа была завалить кировского молока по хорошим ценам, прежде всего для кировского потребителя. Вот тогда бы не было понятно, куда идет эта программа. Ну, тогда бы это был совсем окончательный попуризм. Хотя и здесь что-то я не знаю, до сих пор не могу понять. Я видела только одного представителя вашего бизнеса, который на открытии строительства немской фермы присутствовал. Это господин Гозман, представитель агрофирмы Дороничей. Но они тоже не рассказывают про этот миллион литров молока. Но посмотрим, что будет. Давайте перейдем к следующему вопросу. И этот вопрос касается сегодняшнего мероприятия. Остается просто две минуты до перерыва. В 16 часов состоится в кабинете 299, специально для наших слушателей говорю, обсуждение по поводу установки памятника царской семье. Напоминаю, что церковь хочет ее установить на средства неназванного благотворителя на набережной Грина, в центральном месте набережной Грина. Муниципалитет призвал всех обсудить это на общественных слушаниях. Предложил несколько, порядка 5 или 8 мест в различных других местах города. Вы ознакомились с этими местами? Нет, если честно, я не видел. На слушание пойдете? На слушание нет, не собирался присутствовать. Нравится ли вам предложение поставить памятник царской семье на набережной Грина? Вы помните, как он выглядит? Это памятник именно великомученикам. Это не светский памятник. Это памятник религиозный, церковный, я бы сказала. Как мне кажется, не самое, наверное, удачное место на набережной Грина. Почему? Все-таки. Ну, я бы, допустим, не возражал, если бы этот памятник установили на территории какого-нибудь монастыря или собора. Раз уж это идет религиозный памятник, как его представляют. Ну, памятник все-таки великомученикам, это память о трагической ситуации, которая произошла из Сибири. Нет, понятно, что там власть меняется, да, советские времена прошли, и ошибки прошлого тоже нужно признавать, да. Вот, но если в качестве светского памятника, я бы не возражал, но если в качестве какого-то религиозного памятника как великомученикам, ну, тогда давайте определим какое-то место на территории, которая к церкви относится. Вот я сейчас на сайте своей Кировской нахожусь, они проиллюстрировали те места, которые предложил муниципалитет для этого памятника. Это и Федоровская церковь, на набережной Трифонов монастырь, и на территории парка имени Гагарина, и по Динамовскому проезду 2,4. Ну, вот особенно, где на набережной, как у Федоровской церкви, стоит памятник, и тут мамочки гуляют с колясками, и тут свадьбы, значит, проходят, и тут памятник, который напоминает о такой трагической ситуации. У меня вот какой-то диссонанс возникает у вас. У меня тоже. — Но на слушание не пойдете? — Нет. — Но против того, чтобы установили на набережной Грина? — Да, я бы не стал. — А почему не пойдете, если вы против? Вот принесут же подписи сейчас, огромное количество людей, которые пошли в Крестный хонд, подписались. А вы против, а не пойдете? Почему? — Ну, я думаю, без меня решится этот вопрос. — Вот так многие думают. Ну, посмотрим, как он решится. На самом деле, напоминаю, что общественные слушания сегодня в 16.00 в мэрии, однако, как любые общественные слушания, итог их будет иметь рекомендательный характер. Прервемся на короткий перерыв и продолжим наше особое мнение. Особое мнение на 101FM Продолжается программа «Особое мнение». Сегодня у микрофона работает Светлана Занько. Особое мнение высказывает руководитель Франции, враг фракции «Справедливая Россия» в областном законодательном собрании Кировской области Федор Сураев. Я бы хотела с вами обсудить несколько предложений, которые высказывали здесь ваши коллеги по этой студии. В частности, например, предприниматели и бывший депутат городской думы Алексей Кузьмин. Предложение по поводу того, как навести, в конце концов, порядок в городе Кирове. Алексей был не так давно в нашей студии. На прошлой неделе он рассказывал, он прилетел как раз отдыха и рассказывал, в каком эмоционально угнетенном состоянии он находился, когда увидел, в каком состоянии Киров. Ну, как обычно, обычное состояние. В общем, пыль, грязь и только зелень украшает наш город летом. Он предлагал, например, вывести чиновников, взять, посадить всех чиновников из администрации и вывезти в Европу на одном автобусе. Пусть и посмотрят, и пусть им там станет стыдно, и пусть они поучатся, а потом приедут сюда и реализуют. Что вы думаете по этому поводу? Не думаю, что это самый действенный метод на наших чиновников. И мне кажется, многие из них не раз бывали за границей и, наверное, видели все своими глазами. И еще оплачивать им подобные путешествия, я думаю... Но почему-то ничего не меняется. Вот наверняка же люди видят, как все устроено, может быть. Ну, одно дело видеть, да, со стороны наблюдать, другое дело пропустить через себя, понять, как это реализовать и сделать это на месте. То есть им лучше бы заняться аналитическими такими решениями задач. И изучить опыт других стран, это, конечно, полезно, но прежде всего нужно не посмотреть, приехать там, а это же законодательство посмотреть на других странах, каким образом оно организовано, так, чтобы на местах было красиво и хорошо для всех. То есть нужно начинать с законодательных инициатив на уровне муниципалитета, да? Конечно, конечно. Еще одно было предложение, тоже Алексей Кузьмин, он так даже в особом мнении это предложение выдвинул. Он предлагает высадить в Кирове десант с варягами. Пусть они, наконец, все исправят, потому что веры уже в своих нет. Ну, такое было крик отчаяния Алексея Кузьмина, что ничего не меняется год от года. Это кого? Кто имелся в виду? Ну, это люди из других городов, из тех городов, где все развивается быстрее. А сейчас что у нас сейчас в администрации? Мы обсуждали как раз людей, которые остались от прошлой администрации, да. Просто сейчас и так у нас и в администрации и города, и области много людей, которые из других регионов, но я не вижу каких-то пока позитивных изменений, да. Вот именно в городской среде, да. То, что касается и уборки улиц, и чистоты их. Ваше тогда предложение. Вот первое, вы уже сказали, нужно сесть и начать себя, проанализировать собственные мысли, проанализировать законодательство, например, муниципально. Еще что? Так, ну, прежде всего, конечно, изучить лучший опыт, да, других стран, это, конечно, будет полезно. Потом изучить законодательство, ну и дальше какие-то, может быть, новые технологии какие-то изучить, и тогда уже принимать какие-то определенные решения. У нас есть всегда очень хорошая отмазка по этому поводу. Бюджет города Кирова не позволяет нам внедрить эти технологии, те технологии. Да, конечно, у соседей хорошо. Пермь развивается, Торстан развивается, Удмуртия даже развивается, Чебоксары начинают двигаться там, да. Но у нас денег нет. Ну, с деньгами, конечно, всегда было непросто. Надо просто расставлять приоритеты, на что мы готовы, в первую очередь, потратить, на что не готовы. Я считаю, что именно городская среда – это такое первое очередное, от чего зависит вся остальная экономика и города, и региона. Потому что если в нашем городе будет грязно, некрасиво, дороги будут разбиты, отсюда будут уезжать люди в другие регионы. Как они это и делают? Как они это и делают, да. И поэтому на экономике это скажется только отрицательно. А если мы создадим тут хорошие условия, да, будет у нас красивый чистый город, создадим рабочие места дополнительные, соответственно, и люди будут оставаться, и, возможно, из других регионов к нам будут приезжать и говорить, как у вас классно, мы у вас останемся. И будут тут работать, приносить деньги в наш регион. Как вы думаете, Шольгин справится с этой задачей? Не знаю, давайте посмотрим. Давайте посмотрим, пока нет. Пока не справляется. Ну, полгода всего прошло, да. Рост цены бензина хотелось бы тоже с вами обсудить. Как он сказывается сейчас на производителях? Вы же тоже возглавляете транспортное отдело вашего предприятия. Мы понимаем, что цена на топливо наложится в итоговую цену на продукт. Все-таки, да, вот сейчас считаете ли вы этот рост катастрофическим и нормальным? Ожидаете ли вы, что литр бензина будет стоить 100 рублей? Ну, насчет 100 рублей, я надеюсь, что не будет, конечно. Конечно, мы в автотранспортном предприятии в расходы на топливо, конечно, закладываем ежегодный рост, какой-то определенный прирост. Если говорить о том, какую долю в итоговой продукции занимает именно стоимость топлива, я думаю, не такую большую долю. Потому что если в автотранспортном предприятии это порядка 15% наших расходов, допустим, в перевозках, в самой готовой продукции перевозки занимают порядка, ну, около 5%, ну, там меньше даже, около 4%. То есть, в итоге, получается, в конечном продукте стоимость топлива это порядка полпроцента. То есть, ну, полпроцента это много или мало, я думаю, не так существенно. Вот, мы тарифы на перевозку на этот год уже утвердили, менять их не будем. То есть, несмотря там на какой был либо рост, мы менять не будем. Возможно, если будет какой-то существенный рост, мы пересмотрим их уже в следующем году. Что значит существенный рост? Вот сейчас тот рост цены на бензин, который сейчас происходит, он существенный или нет? Или еще какой-то лак вы закладывали? Ну, мы ежегодно порядка 20% закладываем. То есть, укладываемся, не укладываемся, это уже там... Вот у кого нужно сверять часы с кем, наверное, да, по стоимости бензина. То есть, вот то, что сейчас прошло повышение, это еще в рамках вашего, да, плана? Да, да. А если к осени он достигнет такие 100 рублей за литр? Это будет что для нас? Ну, не думаю, что это вот именно по молочной продукции. Я не думаю, что как-то отразится это на стоимости продукции в конечном итоге. Возможно, отразится... Ну, в конечном итоге, конечно, отразится на продукции вообще в принципе, потому что доставка ведь не только молочной продукции осуществляется, там, этим автомобильным транспортом. Поэтому, наверное, цены будут расти, а у нас наши торговые сети не любят терять свои прибыли, да, соответственно, они будут закладывать, там, большие наценки. То есть, производители будут сдерживать цену, несмотря на рост цены на бензин, а торговые сети совершенно необязательны? Да, я думаю, да. Должно ли правительство вмешаться в ситуацию с повышением цен на бензин? Это вторая после пенсионной реформы сейчас обсуждаемая тема. Я считаю, что должно быть какое-то вмешательство, потому что, ну, оптовые цены, если вот цена на нефть у нас падала, да, цены росли. Сейчас цена на нефть растет, цены опять растут. Но в этой ситуации каким-то образом нужно вмешиваться, я считаю, и регулировать на государственном уровне этими же акцизами или еще какими-то методами. Потому что бесконтрольный рост топлива на внутреннем рынке ни к чему хорошему не подведет. Последний вопрос в сегодняшней нашей программе. Я бы хотела, чтобы вы прокомментировали ситуацию в Кировском отделении «Справедливой России». Не так давно выдвигались кандидаты в общественную палату Кировской области, и «Справедливая Россия» выдвинула целых двух. Это Алексей Кузьмин, упомянутый уже мною сегодня, ваш коллега по партии, и господин Туроло, который коммунист. И ни тот, ни другой не пришел. Почему вы не выдвинули единого кандидата? Ну, мы решили выдвинуть двух кандидатов, потому что и тот, и другой кандидат мы считали достойным. Если бы, допустим, не понравился один, могли бы проголосовать за другого. В итоге не проголосовали ни за того, ни за другого. А выбрали «Единая Россия». Да, прошел, конечно, кандидат от «Единой России». Поэтому это не говорит о том, что у нас была какая-то несогласованность. Все было согласовано внутри партии. Мы распределили, кто от кого идет. И, в принципе, проблем никаких у нас внутри нет. Ну, в некоторых пабликах и активных интернет-каналах, в телеграм-каналах, в частности, Кировский Шептун пишет, что внутри партии согласия нет, что постоянно происходит раздрай. Я бы не стал доверять недостоверным источникам, которые распространяют недостоверную информацию. И, в частности, через запрещенные в России каналы связи. Вы жалеете, что телеграм сейчас все-таки не так доступен, как могут быть? Он доступен на самом деле? Ну, не знаю. Я на самом деле эти паблики не читаю, и телеграмом я не пользуюсь. Поэтому на мне это никаким образом не отразилось. Спасибо. Это была программа «Особое мнение». Своё особое мнение сегодня впервые в нашем эфире высказывал руководитель фракции «Справедливая Россия» в оплосном законодательном собрании Кировской области Фёдор Сураев. Фёдор, спасибо. С премьерой вас. Вам спасибо. Приходите ещё. У микрофона работала Светлана Занько. Всем хорошего дня. До свидания. Особое мнение на 101FM